Кто пережил присутствие Божье? А помашите, кто пережил исцеление? Возможно, у тебя была одна из проблем, которую я назвал. Что у тебя? Правой ноги, палец большой? Иди сюда, засвидетельствуй. Иисус должен быть прославлен. Это все для Иисуса. Я так стеснялась именно потом, чтобы вам надо выходить. Я десь месяц назад, ну, еще когда снег был, и просто бегала на зупинку, ну, наверное, подметнула ногу, я не очень помню, но я помню, что что-то такое там было, або бегала. И нога напухла, и, ну, как бы, ходила до лекаря, ничего не может там сказать, просто там виписал лекарь. И я мажу там мазью, пью там таблетки, ну, ніби, чтобы изнять отечность, всякое такое. И палец, особенно на правой ноге, он просто распух, ну, такой, великий, вдвече, більший, и был, да, и постійно боль дробует, ну, там, то есть, навіть, когда я не ступаю. Тому сейчас я приняла сцелення, и я благодарна Богу, потому что это будет сейчас. Слава Иисусу! А у кого еще что-то? У меня была аллергия, даже вот, в принципе, можно, ну, это видно, даже вот на руках, вот тут вот, ну, она еще как бы видно, но я принимаю исцеление, я верю, что оно скоро уйдет. Аминь! Божественное исцеление во имя Иисуса, полнота, оно проходит, оно, активация исцеления уже запустилась, поэтому принимай каждый день, каждую секунду, все больше и больше исцеления в твое тело, во имя Иисуса. Еще у кого? У меня на левой руке косточка на середнем пальце вот тут была, и Иисус меня исцелил, и теперь у меня ничего нету, осталось вот эта косточка на правой руке, она тоже прошла. Слава Богу! Слава Богу! Благословение! На цьому тижні тричі мене питали, чи счастливый я от своей работы. Вот реально, я вам честно говорю, тричі. Вот, и я постоянно казал, что да, я действительно счастливый, несмотря на то, что я физически втомлююся, морально я, я реально каждое утро встаю и еду с удовольствием на свою работу. Да, это реально, в нашей с тобой сфере, это реально благословение Божие, да. Это чудо, да. Господи, прости меня, но я не піду сьогодні, я просто не могу себе заставить встать. И така, ну вот, я же, знаете, на подушке, я проснулся уже, я чотко знаю, что я уже не сплю и спать не буду. Ну, от таке просто бессиле, и я молюсь, от просто, что, знаете, и Бог каже, встань и иди сьогодні. Встань и иди. И я приходу, и тут сегодня вот это вот такое слово, да, что Бог действительно наполняет, поддерживает, и тих, кто с усердением, да, тих благословляет, просто вот, ну, прям для мене, сказав, не знаю, может, еще кто-то получил, но я точно сегодня получил. То спасибо Господу за это слово, Виталик. У меня несколько свидетельств. Привет. Кстати, мне сегодня ребенок тоже говорит, мам, я так устал, может, мы сегодня не пойдем? Говорю, не, не, пойдем. Сразу объясню, ребенок вышел нормально, не сказал, что у него было. У него было вот это вот здесь, такая же аллергия на холод, как когда-то была у меня. Так что я верю в исцеление. Аллилуйя. Значит, как рассказывал Богдан, на прошлой неделе мне несколько раз сказали, а может тебе помочь шторы снять, постирать, потому что весна пришла. А как бы я в съемной квартире вообще не хотела ничего делать, даже прикасаться ни к чему не хотела, такое все страшное. Да какие там шторы? Короче, ладно, я такая услышала Господа через людей. Хорошо, я снимаю шторы, стираю их, вытаскиваю их из машинки, начинаю расправлять, а они у меня в руках разлазятся. Потом уже я поняла, слава Богу, что они не разлезлись в машинке, и машинка живая осталась. Вот, я такая, сначала испугалась, думаю, что я хозяйке скажу, а потом, ну как бы, ну, а я-то тут при чем? Именно настолько же, сколько мне, а то и больше. И я такая, ну ладно, хорошо, буду без штор. И через пару дней такая мысль, типа, ну может ты все-таки какие-нибудь найдешь, купи, недорогие там, или поспрашиваю у людей. И я спрашиваю у людей, и мне Бог дает через человека новые красивые шторы, намного лучше, чем были, я их вешаю, Боже, так классно, вообще, слава Богу. Аллилуйя. Следующее свидетельство за финансы. Не знаю как, сверхъестественно, сказать, что я стала больше зарабатывать, нет. Но как-то этих денег хватает, не то, что на еду, а и на какие-то другие расходы. Аллилуйя, слава Богу. И, значит, у моего ребенка наступает интересный период в жизни. Когда это все только начинает вот уже происходить, я не в курсе, я сама-то еще может не совсем взрослая. И я замечаю, это у меня паника, шок, я не понимаю, у меня просто волосы дыбом, то есть этот пубертатный период, да. Вот. И я, ну, честно говоря, это был для меня очень кризисный момент. Я, ну, я чувствовала, что у меня у самой едет крыша, честно сказать. Вот. Но слава Богу, что Бог дает людей, которые могут объяснить, посоветовать. И я молюсь об этом, и Господь сверхъестественно показывает, как надо воспитывать ребенка, как с ним общаться. То есть Бог не только исправляет мое понимание воспитания ребенка, но и мое поведение тоже. Потому что в моей семье всегда были только крики, скандалы, и никогда никто не объяснял, как надо себя нормально вести, адекватно. Вот. Так что слава Богу, и в этом это для меня очень большое свидетельство. Слава Богу. Скажу одну штуку интересную. Сейчас идет дождь на улице. Да. Я специально побежал, мы с Витей с братом сидели, я говорю, слушай, ну, должен пойти дождь. И я подорвался, побежал. Солнце было, да. Для тех, кто в эфире не знает, было солнце. Чистое небо ничего не предвещало того, что сегодня будет дождь. Сейчас идет дождь, причем обильный дождь, большой дождь идет на улице. А во-вторых, да, 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 это подтверждение для того, кто еще как-то сомневается, что, знаете, там некоторые духовные вещи, недуховные вещи. Видимый мир реагирует на молитву, реагирует на то, что произносится здесь, и вот этому есть подтверждение сейчас на улице. И было слово сегодня у Виталия по поводу носа, и я вчера чихал, утром сегодня чихал, сейчас просто заплакан, и не знаю, ну просто принимаю исцеление, исцеление, то, что вот всякие простудные заболевания и так далее, вот они будут исцелены. Да, аминь, да, спасибо. Доброе утро, церковь. Я хочу засвидетельствовать тоже за исцеление. Мы в четверг молились, и перед, за день до этого у меня, я почувствовала, у меня никогда в жизни такого состояния не было, но когда, как увеличена печень, и оно так давит в этой области, вот, и болело. И когда мы в четверг были на молитве, ну, действительно было тяжело, такая тяжесть, прям, я чувствовала плохо себя. И когда во время молитвы все, как бы, такая атмосфера у нас была, конечно, классная, и вот время было принятие, действительно, исцеление, и когда пастыря помолились, я просто почувствовала, знаете, как какой-то, вот, как, вот, что-то, как какая-то иголка, так, раз, и вышла просто. И с этого момента у меня больше ничего, даже вечером, на следующий день вообще ничего не было. Как пришло, так и ушло. Откуда? Аллилуйя. Слава Богу. Спасибо, Иисус.